друзья всем привет с вами снова из добра пожаловать на канал двор гаджетов и мобильных устройств и сегодня у меня на канале будет честный обзор на бюджетную новинку от компании blackview которая выпускается под названием color 8 либо же color 8 данный телефончик имеет также брата-близнеца который продается под брендом oscal oscal modern 8 телефон получил довольно традиционное железо для бюджетного телефона но зато очень много оперативной внутренней памяти у меня версия на 256 гигов а есть еще версия на 128 старшая версия продается примерно за 13000 ну а младшая примерно за десятку здесь у нас юнисок tiger t616 и довольно большой я бы даже сказал внушительный аккумулятор 6000 миллиампер так что вы получаете неплохой бюджетный смартфон с хорошей автономностью ну а за предоставление этого устройства на обзор хотелось бы сказать большое спасибо компании player у в каталоге которого огромное количество смартфонов планшетов ноутбуков по самым выгодным ценам здесь вы найдете огромное количество новинок которые сможете купить как с доставкой так и непосредственно в магазине так что если выбираете для себя какой-то новый гэджет или что-то из электроники обязательно проходите по ссылочке в описании комплект поставки вполне себе традиционен для большинства современных смартфонов вы получаете зарядный блок но не самый шустрый на 18 ватт зарядку type-c чехольчик обычный такой силиконовый тпу но в данном случае довольно приятного такого голубоватого отлива с молочной боковинкой на которой красуется напись blackview ну и в отличие от многих конкурентов здесь у нас не пленка а стеклышко посмотрите друзья такое встретишь не так часто ну и конвертик в котором у нас находится различная макулатура ну и также ключик для открытия сим лотка тыльная сторона у него не похоже на своих конкурентов от тех же infinix и tecno здесь у нас такая выштамповка квадратная как такой немножко приподнятый островок на котором красуются два глазка но по сути камера здесь одна она на 50 мегапикселей это самсунговский модуль джей n1 на второй глазок это у нас датча глубины тыльная сторона матовая двухцветная телефончик такой получил голубовато синий оттенок верхняя часть такая молочно-голубая нижняя часть насыщенная голубая но в общем смотрится этот цвет очень выигрышно и очень здорово на нем абсолютно не видны отпечатки пальцев правой стороны у нас кнопка включения клавиш и регулировки громкости в кнопку включен сканер с левой стороны сим лоток здесь у нас полноценный сим лоток две симки из дишка до одного терабайта так что несмотря на то что здесь 256 гигов вы сможете дополнительно расширить внутреннее пространство сверху ничего снизу три с половиной миллиметра опять же приятно видеть этот разъем микрофон тайп си и динамик ну а экранчик здесь завода прикрыт пленкой так что у вас и пленка и стеклышко в комплекте в общем действительно очень приятно что вот такая вот забота о покупателе со стороны blackview экран довольно большой 6 целых семьдесят пять сотых дюйма 90 герц но правда всего лишь hd плюс разрешение с точки зрения оболочкой здесь у нас традиционная доки ос 4 версии на базе 13 андроида ну и опять-таки зная собственно говоря blackview я думаю что особо сильно обновлений ждать не приходится ну а процессор здесь юнисок тайгер 616 8 гигов оперативки но и плюс имеется расширение вплоть до 8 гигов виртуальной памяти если кто-то этим пользуется оболочка работает неплохо довольно плавно но здесь довольно много опечаток довольно много кривого перевода в общем все опять же в духе blackview имеется возможность настройки цветовой температуры стандартный повышенная контрастность и профессиональный ну и плюс можно немножко изменить цветовую температуру ну и естественно имеется возможность выбора обновления экрана изначально из коробки стоит автоматический режим он же smart высокий 90 и нормальные 60 имеется возможность выбора обоев и немножко персонализировать стиль системы можно настроить цвет значков и так далее но в общем и целом это такая типичная китайская оболочка можно назвать ее так со своими косячками и глюками с точки зрения производительности телефончик в принципе неплох и работает зачастую шустрее чем конкуренты на базе мтк g85 и g88 в антуту телефон набирает 300 тысяч баллов не так чтобы очень много но тем не менее при желании поиграть в игрушки вы сможете тот же пабджи и call of duty на средних идут очень неплохо при желании даже геншин можно запустить но здесь уже как говорится как повезет в тяжелых локациях будут наблюдаться провисы лаги и фризы но в общем и целом понятное дело что это бюджетное устройство и рассчитывать на какой-то серьезный гейминг не приходится в гиг бенча мы видим в районе 360 баллов на одно ядро и чуть менее полутора тысяч на все 8 в общем типичный показатель для бюджетного смартфона с точки зрения троттлинг теста все неплохо телефончик не грелся мы видим зеленый график и в районе 168 гипс производительности так что назвать его супер медленным и тупым язык не поворачивается это типичное бюджетное решение из двадцать четвертого года внутренний накопитель здесь у нас стандарта ufs 2 2 что приятно видеть в бюджетном телефоне за десятку неплохие скорости 840 мегов на запись и 1000 на чтение с точки зрения модули коммуникации здесь у нас поддерживается два диапазона вай фай bluetooth версии 5 но к сожалению nfc здесь нету я был подключена к роутеру по 5 гигагерцам 500 мегабит выдает мне провайдер но получаю я примерно в два раза меньше приятно удивил модуль gps с высокой точностью 2 метра довольно быстро нашел спутники и в общем то пользоваться яндекс навигации можно было вполне комфортно телефончик без проблем доводил меня туда куда нужно с точки зрения автономности мне все понравилось шеститысячный аккумулятор позволяет телефончику без игрушек жить два два с половиной дня смело причем вы можете довольно активно пользоваться основными функциями смартфона и получите примерно 8 с половиной девять часов экранного времени что согласитесь довольно неплохо но с точки зрения звука здесь никаких сюрпризов всего лишь один динамик это все-таки бюджетное устройство и рассчитывать на стереозвук не приходится тем не менее его громкости достаточно и звоночек вы точно не пропустите ну а слушать музыку я все-таки предпочту через наушники благо три с половиной миллиметра здесь есть с точки зрения камера опять же без сюрпризов основной 50 мегапиксельный модуль позволяет делать неплохие фотографии на улице в яркий солнечный день но не более того ну а вот фронталочка на 8 мегапикселей довольно скромно фотографии получаются довольно детализированными яркими и сочными здесь у нас преобладают натуральные цвета то есть никаких вырвиглазных цветов самсунга и риме здесь у нас нету хотя то и дело наблюдается некий перри шарп то есть здесь у нас телефончик пытается сделать фотографии более резкими чем они есть на самом деле видео телефон снимает формате full hd 30 кадров в секунду к сожалению без стабилизации она получается не самого лучшего качества но опять таки это бюджетный смартфон и ожидать от него каких-то шедевральных фото и видео конечно же не приходится давайте посмотрим на примеры видео и будем резюмировать никаких сюрпризов нету камера умеет снимать только full hd 30 без всяческой стабилизации поэтому снимать нужно действительно очень и очень плавно но можно в принципе при желании получить довольно неплохое качество видео понятное дело что это бюджетный смартфон поэтому рассчитывать на какие-то шедевральные кадры не стоит вроде неплохо фокусируется но если нужно быстро заснять какой-то короткий ролик и кому-то отправить то вы это сможете сделать без всяких проблем фронтальная камера опять же позволяет записывать full hd 30 без всяческой стабилизации качество картинки здесь хуже чем при записи на основную камеру динамический диапазон довольно скромный как вы видите очень много то засветов то пересветов то опять какие-то темные участки получаются в общем модуль не справляется но если встать и занять позицию с равномерным освещением так чтобы все было хорошо видно в кадре допустим вот так можно в принципе поснимать и получить довольно неплохое видео на четверочку с минусом я бы сказал по крайней мере для телефона этого ценового диапазона вполне себе неплохо и конкурентно blackview color 8 типичный бюджетный смартфон на десятку который тем не менее получил довольно приятный дизайн хорошую сборку и не самую стыдную производительность да у него будет скромные экраны hd разрешения довольно таки посредственная камера но зато очень хорошая автономности для многих это может оказаться решающим фактором при покупке недорогого смартфона на семья буду завершать надеюсь вам понравилось с вами была из подписывайтесь на канал ставьте лайк всем пока